Всем привет, друзья! С вами сегодня Турямбыч. В игре Modern Warships в августе выходит новое обновление, которое называется SeaTiger. Здесь добавляется много новой техники Китая. Это самолеты, корабли, вооружение. И сейчас мы с вами посмотрим на альфа-тесте, какие же новые штуки вы сможете получить в августе. Помимо всего прочего, один из вас, счастливчик, сможет получить себе на аккаунт VIP-боевой пропуск. Поэтому смотрите внимательно видео до конца, не переключайтесь. Что же у нас первое и самое интересное? Конечно, это бомбардировщик H6N. Ну, понятное дело, по приставке N, что это ядерные ракеты на борту, или бомбы, ну в данном случае ракеты. И он ими, соответственно, может нанести очень большой урон. И мы сейчас, кстати, с вами посмотрим, как они именно работают. А я вам хочу еще показать и немножко рассказать об этом самолете. Это, друзья, лицензионная копия советского Ту-16, но чуть более модернизированной, которая до сих пор используется, уже практически 70 лет спустя используется армией Китая. Самолет очень крупный. Я рядом стоял, производит очень даже уважение такое, вызывает. И еще немножко китайской авиации. Новый дрон Dark Sword несет на борту большое количество ракет. И рельса Tron, которым тоже может стрелять. Ну, сейчас мы с вами посмотрим, как это работает в бою. Сам по себе самолет и в игре тоже достаточно крупный. Ну, и, как видите, вот под брюхом у него как раз находится та мощная ракета, которую мы сейчас с вами попытаемся здесь пристроить. Давайте вылетим немножко вперед и посмотрим, что у нас есть. Есть ракеты у нас... Вот. Вот они у нас. Есть ракеты двух видов. Они здесь не револьверные. Вот пошла как раз атомная ракета. Ну, я так понимаю, что она, видимо, сбита здесь контрмерами. Попробуем еще раз ее пристроить. Очень, кстати, мощно получает урон самолет от вражеского ПВО. Но успею, не успею. Нет, не успеваю все-таки сбросить. Сейчас попробуем еще раз. Тем временем пока переключимся на дрона и посмотрим, как себя чувствует дрон. Вообще, бомбер показался мне несколько уязвимым по сравнению с другими самолетами. И он все-таки как-то немножко кажется чуть более уязвимым, чем другие его бомбардировщики. Вот дроны, кстати, очень хорошие. Вот видите, пушка. Выглядит неплохо вот эта вот артиллерия. Давайте попробуем пристроить пару ракет сюда. Успею, не успею. Пораем пока на перезарядку. Попробуем еще раз разбудить бомбардировщик и воспользоваться его, еще раз воспользоваться его ракетами. Ну, вроде как бы должны сейчас они пролететь. И атомная бомба тоже пошла. Она быстро летит. Ну и, да, оно и не долетает. Не дается мне, по-нахимову, пролететь бомбой. Долго перезаряжается вот эта бомба. Но все-таки есть возможность ее, я надеюсь, так или иначе применить. Да, успеваешь практически два раза откидать все возможные ракеты, прежде чем... Вот она, наконец-то, бомба попадает. Ну и у меня еще здесь на борту есть бомбы, которые мы сейчас с вами попытаемся применить по вражескому авианосцу. Это очень такая тоже непростая задача. Надеюсь, что... Надеюсь, что, да, мы попадаем. Ну что, я могу сказать, что выглядит, конечно, китаец очень внушительно. И вот само вот это вооружение ядерное, конечно, здесь очень удобное. В том плане, что вы можете его применять издалека. Вам не нужно... Ну, то есть, он не работает в формате бомбы, как на многих бомбардировщиках. Вам приходится доходить уже до противника, до самого. А здесь вы можете работать, в принципе, на приличном расстоянии. И не попадать под фокус самим самолетом. Единственное, что, конечно, ракету можно сбить. Ну, а бомбу можно не положить в цель. Поэтому есть свои минусы, есть свои плюсы. Ну, сейчас мы посмотрим с вами, как тут под мощной атакой. Да, и вот попадает в итоге бомба. Ну, в общем-то, выглядит бомбардировщик интересно. Именно за счет того, что ему не нужно подходить прям под фокус. А можно играть издалека. Что касается дрона. Большое количество ракет на борту. Плюс рельсотрон. Ну, честно говоря, пока что Байоктар мне как-то понравится больше. На втором тире авиапарк тоже пополняется двумя новенькими самолетами. Это японцы F-2A и Т-4. Один из них штурмовик, другой истребитель. Это оба самолета японского производства. Они уже где-то порядка 20 лет назад произведены. Плюс-минус F-2A это, по-моему, Mitsubishi. Получается он у нас в виде штурмовика здесь играется. Ну, а Т-4 это учебный истребитель типа Л-39 Альбатрос чешского, который используется у нас. Давайте посмотрим, как они играются на втором тире. Начнем, наверное, с истребителей. Они, кстати, выглядят очень шустрыми. На борту у них одна ракета. И, собственно, пушка. Сейчас попробуем реализовать эти ракеты. Ну, в общем-то, даже что-то... Что-то даже где-то реализуем. Опять-пять-пять-пять. Ну-ка, подожди-ка. Давай-ка попробуем сбить... Может быть, вертолет? По-моему, не удалось нам это сделать. Доберем вот эти вот самолетики. Получится у меня... Не удается мне их перекрутить. Хотя, по идее, мог бы их перекрутить, но перекрутить не удается. В общем, достаточно шустрый самолетик-истребитель. Давайте поглядим, что у нас есть здесь на штурмовике. На штурмовике есть пушка, есть ракета, есть бомбы, кстати. Есть... Да, универсальный, получается, весьма самолет. Есть в наличии у него пушка. Есть ракета-воздух-поверхность. И есть ракета, у него воздух-воздух на четверочку. Вот этот лос-при мы можем... Почти можем сбить, но не успеваем этого сделать. Нет, к сожалению, видимо, не удастся нам дотащить наш... Хотя, может, и удастся. Сейчас попробуем ловушками дотащить наш штурмовик до базы. Да, утащить удалось, но практически базы уже нет. На палубу вышел, а палубы нет. Ладно. Давайте попробуем. Навалять этим негодяем, которые пытаются меня здесь окружить. Две ракеты сразу вылетают здесь. Ну и попробуем прислать ему еще и бомбочку. Да, мне это получается сделать. Переключимся пока на наш авианосец. И попробуем тут проюзать что-нибудь для защиты. Переключимся опять на штурмовик. Ну-ка, где ты здесь? Иди сюда. Не успел. Не успел. В общем, штурмовики выглядят тяжелыми на свой уровень. Они, пожалуй, в общем-то, достаточно неплохо они смотрятся. Единственное, что, конечно, реализовать все, в том числе бомбы, это не такая простая задача здесь. Поэтому, в общем, требует это определенного умения игры, которой я еще все-таки, наверное, здесь на 100% не достиг. Давайте попробуем все-таки разобрать этого товарища. Ну и прислать ему, может быть, бомбу. Да, кстати, попали. В общем, неплохо. В целом, новая авиация выглядит очень убедительно. И продаются эти самолеты за голду. Ну, там, правда, не сказать, что голды очень много. По-моему, 700 и 500, вроде или 400 голды стоят, соответственно, эти самолеты. Штурмовики выглядят очень приятно. Но, что касается истребителей, возможно, они для меня все-таки чуть-чуть быстроваты. Ну и, пожалуй, главной изюминкой становится вот этот вот корабль. Это эсминец CN-Type 055A. Это сестершип CN-Type 055 Nunchang. Его отличие заключается в том, что здесь несколько переставлены по точкам ракеты и пушки. Ну и здесь установлена новая ракета YJ-21. Это китайский аналог нашего С-400. Также появляется новая торпеда U-7 324 мм. И вот это вот новое орудие HPJ-45B. Особенность, кстати, этой пушки в том числе, что она может стрелять и по воздушным целям. Тоже равно, как и вот эта вот ракета. Ну и еще на борту здесь тоже отдельная залученная особая ПВО HHQ-9B. Да, именно вот эта вот, кстати, ракета является аналогом С-400. А которая вот эта вот ракета YJ-21, это, конечно же, С-500. Немножко я перепутал. Получается, что так же, как и на Шторме, в залученном слоте стоит вот эта вот новая ПВО-шная ракета. Соответственно, в плане поражения в воздушных целях корабль выглядит очень интересно. Здесь также на борту 6 слотов ПВО. Есть 2 гранатомета и 2 ракетных слота. Универсальный корабль с красивым камуфляжем. Камуфляж стоит, кстати, порядка, по-моему, 17 тысяч золотых. Выглядит он очень симпатично. Но глазки, по-моему, не знаю, возможно, что они светятся на ночных картах. Но никаких там эффектов молнии мы здесь не наблюдаем. Попробуем мы этот кораблик чуть позже на стриме, на официальном канале. Поэтому заходите на офканал игры Modern Warships, подписывайтесь. Там очень симпатичный, популярный стример ведет его и рассказывает вам про всякую технику. Ну что ж, как я обещал, давайте в конце нашего видео расскажу, как можно поучаствовать в раздаче одного вип-пропуска. Ответьте, пожалуйста, в комментариях. Ну, для начала подпишитесь на канал обязательно и прожмите лайк. А после этого ответьте в комментариях, какой самый скоростной в мире самолет с турбовинтовыми двигателями. Какой самый быстрый самолет в мире с турбовинтовыми двигателями. Почитайте, загуглите и напишите в комментариях. Один из вас получит себе в порт боевой пропуск VIP на август. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Увидимся в новом бою, в новом видео. С вами сегодня Турямбыч. Спасибо, что смотрите. До новых встреч. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok